Великом Новгороде Великом Новгороде глава Карачаева Черкесии Решит Тимрезов принял участие в семинаре-совещании по подготовке материалов к заседанию Госсовета Российской Федерации. Тема расширенного заседания Президиума Государственного Совета, которое по поручению Владимира Путина состоится сегодня, о развитии рынка труда в России. Задача семинара, на котором присутствовали как руководители федеральных министерств, так и главы субъектов, выработать предложения по дальнейшему улучшению ситуации на рынке труда и в сфере социальной политики, развитии кадрового потенциала и синхронизации ресурсов и возможностей регионов с текущими потребностями общероссийской и региональной экономик. Карачаева Черкесия продолжает оказывать необходимую поддержку бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов. На этот раз по заявке военнослужащих 34-й мотострелковой бригады при участии депутатов парламента членов партии «Единая Россия» приобрели и отправили в зону СВО необходимую спецтехнику и полноприводный автомобиль «Нива». Нашим ребятам очень важна поддержка земляков и внимание. Верим в наших военнослужащих, ждем с победой, подчеркнул Рашид Тимрезов. В рамках Всероссийского профессионального конкурса лучшей учители родного языка и родной литературы прошло еще одно испытание – урок. На этом этапе педагоги демонстрировали свой профессионализм в плане разъяснения школьникам учебного материала с помощью наглядных средств. Основная задача – доступно объяснить детям особенности родного языка и раскрыть его богатый мир. В ходе испытания жюри оценивало мастерство и доступность понимания урока школьной аудитории. Сами учителя отмечают, что такие состязания позволяют получать бесценный опыт и высокую оценку от коллег. Это взрыв эмоций, который захлестывает нас. Все учителя, которые присутствуют здесь, чувствуют единение друг друга. Мы поддерживаем друг друга. Это, наверное, самое замечательное, что здесь есть. Уже прошла я два этапа. Первый этап был педагогическая мастерская, где я представляла свой опыт работы по своей программе «Родной язык. Живоносный источник добра и любви». И сегодня я показывала урок, опять же, по этой программе с ребятами-пятиклассниками, которые все до одного откликнулись на работу на уроке, были очень открытыми, интересными. В конце урока написали свою творческую работу. Мне безумно нравится. Все очень интересно. В Карачаево-Черкесии впервые состоялось вручение аттестатов и нагрудных карточек экскурсоводам и гидам-переводчикам. Аттестацию прошли 24 человека, работающие на территории нашей республики. Им удалось подтвердить профессионализм экскурсоводов, а также предоставить возможность новым лицам, которые только начинают свой путь в качестве экскурсовода и гидопереводчика, отметил министр туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расул Тикеев. Для оказания услуги на межрегиональных туристических маршрутах также проводится совместная работа с соседними субъектами. Сегодня мы получили тот результат, при котором наши заявители аттестованы. А это значит, что мы понимаем на уровне региона и органов исполнительной власти в сфере туризма, что наши туристы будут получать качественную информацию, точную информацию. Это напрямую зависит на развитие туризма, на правильное развитие туризма. И напрямую зависит от наших гидов-экскурсоводов, какие впечатления получат наши туристы, которые прибывают для отдыха на территории нашего региона. Хочу поблагодарить за предоставленную возможность нашему министру, отдельно Альбеку Хубееву, который пригласил меня на этот проект, на аттестацию. И аттестация, честно говоря, переживал, конечно же, потому что для меня это новое направление и хотелось проверить свои силы, свои возможности, ну и, конечно же, улучшить качество сервис предоставляемых услуг в сфере туризма у нас в республике. Поддержка наших бойцов на передовой в зоне специальной военной операции – дело святое. В это активно включились от мала до велика. Наша телерадиокомпания также внесла свой вклад в общее дело. Мы уже рассказывали в наших выпусках о том, что вместе с активистами инициативной группы «За наших», сотрудники ГТРК Карачаева-Черкесия тоже сопровождали гуманитарный груз. И совсем недавно на заседании КПРФ отметили наградами тех, кто поддержал защитников Отечества. Алла Качиева подробнее. Заведующий травматологическим отделением детской республиканской больницы Марат Урусов, который с октября 2022 года со своими товарищами в составе группы медиков из Карачаева-Черкесии Ставрополья, спасает жизни раненым бойцам на фронтах СВО, приехал на пару дней домой. Патриота-доктора пригласили на заседание КПРФ, чтобы выразить слова благодарности за службу. Марат Умарович – доброволец. Добился отправки на фронт, несмотря на то, что у него имелась бронь, как у отца четверых детей. «Посчитал нужным, что надо ехать, помогать своим. Пошел добровольцам. Не взяли с первого раза. Потом через депутатов все так и взяли. Формировалась часть у нас в Бденовске. Относились к Севастополю. Сейчас относимся к 58-й армии. Конкретно находимся сейчас в Токмаке, это прифронтовая зона. Сейчас занимаюсь эвакуацией». Марат Урусов от имени бойцов и от себя лично поблагодарил всех неравнодушных людей, в том числе и инициативную группу «За наших», которая с первых дней оказывает помощь и поддержку военнослужащим, участникам специальной военной операции. «У нас есть много людей здесь, в Карачао-Черкесии, которые, не афишируя, просто так собирают грузы, отправляют КАМАЗы, и они непосредственно доходят до наших бойцов. Непосредственно, понимаете? Они конкретно работают. И вот тогда я задался целью работать с такими людьми в дальнейшем, потому что я считаю, что это люди благородные, которые с себя летели, решили посвятить этому делу». «28 сентября будет год, как мы создали эту группу, и все это время, каждый месяц, мы отправим гуманитарную помощь. Лично я сам четыре раза там был, один раз был прямо на передовой, на двое суток. Оставался там ребятами, для меня это было честь, знакомство. Я сам лично видел, как все это происходит». Активисты инициативной группы «За наших», в том числе и сотрудники ГТРК «Карачево-Черкесия» Лиля Шуштаева и Расул Бердиев, неоднократно выезжали с гуманитарной помощью в зоны специальной военной операции. Жительница Прикубанского района Шахерезада Салпагарова сама за рулем грузовой газели из «Карачево-Черкесии» доставляла нашим землякам теплые вещи – продукты, медикаменты, воду и еще множество необходимых вещей. «Игроз, который собран при содействии инициативной группы «За наших». Ранее установили прямые контакты с военнослужащими выходцами из нашей республики. Гуман помощь собирается, исходя из пожеланий бойцов». Так, по просьбе члена КПРФ, врача-хирурга, который провел более 500 операций в зоне СВО Марата Урусова, был объявлен сбор денежных средств на приобретение автомобиля «Нива» для работы военных медиков. Первый секретарь Карачаево-Черкесского республиканского комитета КПРФ Кимал Баттаев рассказал об этом лидеру коммунистов России Геннадию Зюганову, который поддержал эту идею. В этот день памятными медалями КПРФ, а также благодарственными письмами наградили всех, кто принял участие в этом необходимом и благородном деле. Алла Качива, Зубрат Халкечева, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Гидроэнергетики Карачаева-Черкесии подарили игровое оборудование дошкольному учреждению в ауле Кумыш. На игровой площадке детсада «Березка» появились две новые детские горки и карусель. Они были установлены в рамках реализации благотворительной программы «Росгидро». В детском саду, находящемся по соседству с Зеленчугской ГСГС, работают две группы с малышами и им не хватало оборудованных зон для активного времени припровождения на улице. В этом году энергетики исправили сложившуюся ситуацию и теперь новое игровое оборудование будет радовать детей во время прогулок привлекать к здоровому образу жизни. Заведующая Аида Барлакова от лица «Березки» поблагодарила коллектив и лично директора филиала Петра Кравченко за оказанную помощь. Напомним, энергетики карачаева-черкесского филиала «Паурусгидро» на постоянной основе оказывают благотворительную помощь учреждением, занимающимся воспитанием и обучением детей. В Черкесске на базе тренировочного учебно-методического центра «Авангард» состоялись соревнования «Казачий биатлон» на Кубок Атамана Баталпашинского городского общества. Все подробности расскажем далее. Баталпашинское городское казачье общество ранее выиграло грант от Министерства труда и социального развития на проведение казачьего биатлона. Наследство приобрели пневматические винтовки, макеты автоматов, патроны, магазины и другой инвентарь в планах учить юных казаков современным боевым искусством. В это мероприятие входит военно-прикладное искусство, разборка-сборка автоматов, то есть подготовка детей, чтобы они имели какое-то понятие о воинской службе. Как раньше было у нас в классах МВП, сейчас его в Рубе возобновили, что-то подобное сейчас происходит. Разборка-сборка автомата, снаряжение магазина, ну и плюс история казачества. То есть интеллектуальный вариант этого мероприятия. Основной задачей авангарда будет подготовка к военной службе, военно-патриотическое воспитание. Наши воспитанники республики будут проходить пятидневные сборы, помимо того, что мы проводим военно-патриотические мероприятия, они будут подготовка к военной службе. То есть наши ребята, наши республики, мы будем расти достойных защитников нашей могучшей страны, Российской Федерации. Казачий биатун состоялся при поддержке военного комиссариата Карачаева-Черкесии, отделения ДОСААФ, центра авангард, регионального штаба юноармии. Семь команд из городов и районов республики приняли участие в состязаниях. В команде шесть человек занимаемся в ДОСАФе, тренера Чигара Форсен. Готовились мы через день, получается, в понедельник, среда, пятница. Готовил нас Ахтей Мухтарович, он показывал, как держать оружие, как правильно стрелять, разборка автомата и как правильно метать дротик, гранаты. Мы дважды участвовали в финале в российской военно-спортивной игры победы в городе Герой Москва. Соответственно, дважды выигрывали республику. В этой игре юная армия воспитывает доброту, справедливость, сочувствие, честность, верность к своей родине и самое главное военно-патриотическое воспитание дает юная армия детям. Мальчишки и девчонки отрядами состязались в строевой подготовке, разборке, сборке автомата Калашникова, метании гранат и дротиков и стрельбе из пневматической винтовки. Состоялся также квест «История баталпашинского отдела конкурс. Статин в строю, силен в бою» и эстафета. По итогам казачьего биатлона на первом месте команда баталпашинского городского казачьего общества «Пластуны». На втором юно-армейцы отряда «Ураган». На третьем команда колледжа номер 7 республиканской столицы. А самые юные участники биатлона отряд воины получили диплом за активное участие. Мурат Чанкиозов, Вести, Карачаево, Черкесия. В Челябинске завершился первый всероссийский медиафорум «Опережащее время люди науки». Два дня гости из 60 регионов говорили об открытиях отечественных ученых. В рамках медиафорума состоялся конкурс журналистских работ. На него поступило около 300 заявок. Это информационный, телевизионный и радиосюжеты, специальные репортажи, программы, документальные фильмы и интернет-проекты, посвященные изобретениям, импортозамещению и новейшим разработкам отечественной науки. Победители участников конкурса поздравил заместитель генерального директора, руководителя регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо замечательной Челябинской земле, лично губернатору Челябинской области Алексею Леонидовичу Текстлеру, всем, кто эту идею, которая родилась год назад вот здесь, на Челябинской земле, совершенно, знаете, какое-то послание сверху. Не зря же здесь, на Челябинской земле, жил и работал великий русский ученый-космист Александр Леонидович Чижевский. Об этом мало кто знает. И не зря сюда упал метеорит, понимаете, это тоже послание сверху. К сожалению, в сознании многих людей, которые никогда не были в Челябинске, знаете, такой неправильный образ был, штамп, когда-то вот создан, и долгие годы вот сознание было такое, ну что там Челябинск, промышленный город, тяжелый, трубы, дым и все прочее, чего там. И люди, которые никогда не были в Челябинске, приехав сюда, были просто потрясены. Вот я просто вот сегодня вижу вас всех. Это правда. Великий ученый Игорь Васильевич Курчатов родился здесь, на Челябинской земле. И в этом году мы отмечаем 122 со дня его рождения. И, конечно же, в прошлом году, вот будучи здесь, совершенно, я говорю, коллегам, давайте, друзья, сделаем такой фестиваль телевизионной программы и фильмов, посвященных теме науки и просвещения и популяризации науки. Потому что все вы очень много делаете работ на эту тему. И как-то все это соединить, объединить и в общественном пространстве выплеснуть, это вот сам Бог велел. И мы с коллегами из ГТРК Южный Урал это обсудили накануне встречи с Алексеем Леонидовичем, приехали к нему, и я только заикнулся об этом, он моментально эту идею подхватил, говорит, я только за, я поддержу все это очень правильно, это замечательная идея. И мы думали, ну будет у нас фестиваль, мы проводим ежегодно в рамках нашего ГТРК Большого Холома 15 фестивалей, отлично, замечательный фестиваль, тематический, все. Но вот этот фестиваль вдруг неожиданно превратился не то, что в фестиваль, а в такой, знаете, медиафорум, такой, здесь моментально спасибо всем, кто в этом участвовал, потому что эту идею моментально подхватили и наши близкие друзья из госкорпорации Росатом. И наш замечательный товарищ, не побоюсь этого слова, Михаил Валентинович Ковальчук, президент Курчатского центра, да, то есть люди поняли, что это на самом деле очень правильно сделать такой медиафорум с тем, чтобы рассказывать городу и миру обо всех достижениях наших российских, советских ученых, потому что нам есть чем гордиться. Мы первые в космосе, мы первые и до сих пор непревзойденные и спасибо людям, которые эти традиции продолжают во всех достижениях в атомной промышленности. Сегодня нет равных вообще во всем мире, вы знаете об этом, в проявлениях не только в оборонных целях, но и в мирных целях госкорпорации Росатом. То есть по всему миру мы строим атомные электростанции, потому что это очень сложные технологии. Только великая держава может себе это позволить. Это настолько серьезные, фундаментальные, во-первых, заложенные изначально исследования изучения, а потом реализации Мы сегодня вот с коллегами были в Озерске на предприятии «Маяк». Но это настолько все грандиозно. Я давно интересуюсь этой темой, мне все это очень интересно, думаю, много чего знаю и так далее. но для меня было очень много сегодня новых потрясений и открытий. Мне посчастливилось в свое время быть лично знакомым с Ефимом Павловичем Славским. Это человек, соратник великого Игоря Васильевича Курчатова, продолжатель его дела, последний министр среднего машиностроения, к которому собственно относились все это предприятия атомной промышленности. Это действительно, знаете, это великие люди. И сегодня, когда мы побывали на предприятии в Озерске, мы поняли, что там работают люди вообще, которые составляют гордость и соль нашей великой страны. Вот если бы не было принято решение в 1949 году о создании этого замечательного маяка, может, и страны бы не было. Потому что тогда американцы сбросили две бомбы на Хиросиме и Нагасаки, и Труман уже заявлял, что мы все, мы владеем миром. И тут патриоты великие собрались. Страна после войны разруха, нехватка средств, все мобилизовались. Это невозможно. За три года построить вот такое предприятие, создать ядерный щит, который защищает нашу страну до сих пор, об этом надо говорить. Молодежь должна об этом знать. И, конечно же, опять я обращаюсь к истории. Вот тот факт, когда начали строить город Озерск, Игорь Васильевич Курчатов, поскольку привлекали людей, знаете, такую интеллектуальную элиту с особым душевным настроем, с тонкой психикой, которые были воспитаны на лучших традициях русской культуры. Первым делом строили театр, который сегодня, завтра, для меня, открывает 76-й сезон. Да, конечно, я благодарен всем, кто эту идею поддержал, потому что, друзья, коллеги, без вас этот фестиваль не состоялся бы. Все вы журналисты, вы молодцы. Ну, правда, низкий вам поклон. Наша большая корпорация ВГТРК очень много делает популяризацию науки. У нас есть специальный канал «Наука 2.0», мы много работаем на канале «Россия-24», на «Культуре». Олег Борисович Добродей большое внимание этому уделяет, потому что без вовлечения молодежи привлечению в науку ничего не получится. А наша с вами задача популяризация науки и привлечения молодых умов с тем, чтобы они эти традиции не только поддерживали, но развивали, вели страну вперед. Все для этого у нас есть. И я еще раз хочу сказать огромное спасибо это вот не для того, чтобы просто для красного славца совершенно искренне Алексею Леонидовичу Текслеру за то, что он эту идею поддержал, сразу включил всю свою команду и, конечно же, коллектив ГТРК «Южный Урал», Евгений Дмитриенко и всей команде за вот эту потрясающую организацию. Очень много людей хотели сюда приехать, но мы ограничены, потому что кому-то должны работать на местах, но лучшие из лучших здесь сегодня 20 руководителей наших филиалов региональных от Владивостока до Белгорода присутствуют. Многие из них никогда не были в Челябинске, для них это открытие. Они просто потрясены, люди из крупных регионов, Нижний Новгород, Ростов, Краснодар, они влюбились в этот город. Я-то этот город люблю давно, я здесь часто бываю, к счастью, я хорошо знаю этот город, этот город достойный, и вообще Челябинская область, для того, чтобы мы о нем рассказывали миру, потому что одна из целей и задач, не скрою, вот я себе поставил, эту достойную, великую Челябинскую землю продвигать, рассказывать о ней, чтобы люди понимали, что это на самом деле земля, которой можно гордиться, здесь столько всего замечательного дела, сделается и будет делаться, и, конечно же, то, что мы с вами сегодня в органном зале, слушаем орган, поверьте, я много езжу по стране, в силу там своей профессии, служебных обязанностей, немного есть территорий, где есть органный зал, есть орган, здесь это есть, это фантастика, какая акустика, какие люди, и, конечно же, большое спасибо фонду социальных, культурных, образовательных инициатив 2020, Ирина Николаевна, потому что это тоже ваша идея, потому что, знаете, наука и культура, они очень тесно связаны, только люди с высокой душевной организацией, люди высокообразованные могут создавать что-то такое, которое двигает вообще страну вперед. Коллеги, я долго говорю, извините, но мне просто очень хочется рассказать то, что я здесь испытываю, потому что, ну, идеи рождаются, и правда, я вот придумал это, ну, так получилось, придумать, может, что угодно, но без поддержки и помощи реализовать это практически невозможно. Я еще раз хочу сказать спасибо всем огромное, потому что это первый такой большой медиафорум, я надеюсь, что он будет дальше жить, развиваться, и мы, в общем, достаточно за короткие периоды вовлекли огромное количество людей, журналистов в участие в этом форуме. Представьте себе, там 60 субъектов Российской Федерации, 140 журналистов приехали. Ну, даже у нас фестивали, которые мы проводим уже в первый раз, не могут похвастаться таким количеством участников. Правда. Я считаю, что у нас все с вами получилось, я хочу сказать всем огромное спасибо. Вот. Ну, что такое творческий конкурс? Это вообще вещь очень субъективная. Кто-то любит Достоевского, кто-то любит Гоголя, кто-то вообще никого не любит, ничего не читает. Вещь очень субъективная, правда. и жюри, спасибо огромное жюри, на самом деле смотреть работы, оценить их, правильно сказала Ирина Николаевна, покусать друг друга. Это не оговорка была. Тем не менее, мы, в общем, знаете, в такой коллективной работе поспорили, поговорили, обсудили, но пришли к общему консенсусу. Я считаю, что, в общем, все решения, которые были приняты до того, и, надеюсь, и Гран-при, все-таки того заслуживают. Друзья мои, если кто-то сегодня не был отмечен, не был человек, поверьте мне, это не самое главное. То, что вы участвуете, то, что вы делаете, это уже достойно вообще благодарности к вам. Дерзайте, работайте, ну, все получится. Надеюсь, еще будет много таких наших медиафорумов, и ваша работа будет по достоинству оценена. Извините за долгий спич, но теперь пора уже приступить к объявлению Гран-при. Итак, Гран-при нашего медиафорума пауза по Станиславскому. Жюри единогласно присудило работе ГТРК Иркутск. Да. Автор, 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 автор Ольга Ренчинова. Она не приехала. Она не приехала. Ольга Ренчинова, ГТРК Иркутск, обладатель Гран-при первого всероссийского медиафорума опережающего время люди науки. Работа, работа называется «Насквозь». Кто не видел, всем рекомендую очень посмотреть. Всем рекомендую посмотреть. Я знаю, что у него Ольга Ренчинова. Ольга Ренчинова, да, моя ученица, я ее очень люблю, ценю. А вы представляете ГТРК Ну и несколько слов об этой работе. На самом деле просто до слез. Называется она «Насквозь». Это очерк о детском хирурге и ученом Юрии Козлове. Он провел, вдумайтесь, первую в России операцию у еще не родившегося ребенка. По его запатентованным методикам сейчас оперируют хирурги в России и за рубежом. Еще раз огромное спасибо. Челябинск, низкий поклон. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ